Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «7 минут». А в гостях у нас сегодня Олег Сулица, начальник международного отдела РГУ имени Есенина. Сегодня знания иностранных языков и культуры чужих стран открывают бесконечные горизонты для выпускников высших учебных заведений. Пройти практику за рубежом мечтают даже состоявшиеся специалисты. Это прежде всего бесценный обмен опытом. Есть ли такие возможности в Рязани? Конечно. Для этого и работает в частности международный отдел РГУ. Ежегодно в нашем ВУЗе обучается более 100 иностранных студентов. В основном это студенты из стран СНГ. Но в последнее время увеличилось количество китайских студентов, а также студентов из таких дальних стран, как африканские страны. Эта тенденция как-то объяснима или это просто происходит так, потому что все больше связей с Россией? Просто так в международной деятельности ничего не бывает, поэтому это связано с глобальными процессами, с ценами на образование в мире. Интересно то, что в нашем ВУЗе все 130-150 студентов обучаются по разным формам. То есть это студенты очного отделения, это студенты-стажеры, которые приезжают только на год. Это студенты, которые приезжают только на летние школы по русскому языку или приезжают на культурные программы. Либо это аспиранты, либо это будущие магистры. Это студенты, которые поступают к нам по направлению Министерства образования и науки по квоте. Либо студенты, которые самостоятельно поступают к нам. Либо по договорам с другими ВУЗами, которые есть у нашего университета. Можно ли сказать, что у нас образование относительно доступное по сравнению с остальными, если такой поток из всех стран именно к нам, в небольшой городок Рязань? Мы находимся недалеко от столицы и в то же время цены у нас гораздо ниже. Это позволяет многим студентам хорошо провести время, не только с пользой, но еще приятно и весело отдохнуть у нас в нашем, скажем так, небольшом провинциальном городке. Мне интересно, вот приезжают иностранные ребята, которые, возможно, очень плохо знают русский язык. Например, Китай, я не думаю, что там все поголовно знают русский. Наверное, их кто-то встречает, чтобы разместить, чтобы они обосновались. Когда они приезжают, студенты, они похожи, скажем так, на детей. Иностранный студент, который не может сесть в маршрутку и сказать, довезите меня до, остановите меня на следующей. Или известная история, когда студенты, несмотря на любой уровень русского языка, покупают продукты в супермаркете в первые два дня. И их в шоку повергает вопрос, нужен ли пакет. То есть все они набирают сами на кассе. Это известный пример, и он работает на всех. Вот такие простые бытовые ситуации, они, конечно, вызывают стресс у любого человека. Поэтому мы заранее их стараемся предупреждать, встречать в аэропорту, сопровождать первые три дня в нашем городе. Объяснять, есть специальные раздаточные материалы, специальные команды, обученные люди и волонтеры, и среди студентов нашего университета. Если говорить о каких-то делегациях, у вас только на минувшей неделе было несколько интересных семинаров. Расскажите, как они проходят, как они организуются, есть ли какой-то план наперед? У нас действительно бывает много делегаций. Пожалуй, у нас их больше всех в городе в плане учебных заведений. Это связано с гуманитарной направленностью ВУЗа, с одной стороны, и с другой стороны с общинными международными связями. В год у нас бывает более 60 международных мероприятий. Если поделить это на учебные недели, получается как один визит, одно мероприятие в неделю. А кто в них участвует? То есть это открытое достаточно мероприятие, или есть определенный круг лиц, которые именно заинтересованы? В целом это открытые мероприятия. Но в зависимости от цели визита, сам визит разбивается на разные мероприятия, культурные мероприятия, переговоры с руководством, где присутствуют определенные люди. Самый интересный в этом плане был визит посла КНР, посла в России. Для нас это очень важно. Что он сказал о нашем ВУЗе, о наших ребятах? Наверняка он с ними пообщался. И самое главное, ваш это о чем у него спрашивали студенты? Честно говоря, вопросы похожи всегда. Есть ли какие-то возможности, начиная от каких-то возможностей стажироваться в Китае, как относятся китайцы к тому или иному празднику? Такие вопросы обычно интересуют студентов. Сейчас уж вы сказали о Китае, то давайте продолжим. Есть институт Конфуция. Интересное очень направление. Относительно давно, наверное, оно появилось. Как сейчас? Что интересного? Может быть, есть какие-то нововведения, о которых мы еще не знаем? Проект, которым мы гордимся, потому что в России их 15. Мы одни из... Наш город один из городов, в которых есть институт Конфуция. То есть это все остальные города, они все крупные. Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва и так далее, Новосибирск. Все проекты внутри института Конфуция, они развиваются, и количество студентов, изучающих китайский язык, растет. Наши студенты занимают вторые и первые места на всероссийских конкурсах, тем самым показывая свой уровень. Не просто голословно, а действительно на деле. Наши студенты выигрывают стажировки бесплатные в Китай. Например, в этом году поедет в Китай студент, изучающий китайский язык, с разных факультетов около 15 человек. Это очень много. Это на семестр и на год, я имею в виду. Такие программы. Не летние стажировки на месяц, а именно на год. То есть студенты иностранных языков, факультеты истории международных отношений, экономики. То есть разные, естественно, географические факультеты. Понятно, что здорово, стажировка куда-то, посмотрели страну, чему-то научились, но приходится возвращаться. Может быть и не всем, но приходится. Куда эти знания девать здесь? То есть куда едут ваши ребята с такими талантами? Может быть в Москву, может быть в более какие-то крупные города, чем Рязань? Очень интересный и для нас очень важный вопрос. Трудоустройство выпускников. В области есть высокая потребность в переводчиках. Мы это ощущаем, потому что постоянно к нам обращаются. Кроме нас, никого, кроме нашего университета, никто профессионально не обучает переводу с китайского языка и на китайский. Поэтому за последние три года как раз именно выпускники, уже молодые преподаватели переводили практически для всех в нашем городе. Начиная от правительства Рязанской области, различными службами и, конечно же, фирмами, которые закупают оборудование либо другие материалы в Китае. Сейчас задам дилетантский вопрос, но тем не менее не могу не задать. Многие студенты приезжают из провинции. Я сейчас имею в виду наших ребят из глухой деревеньки, где, может быть, и был школьный английский. Но вот на каком-то таком зачаточном уровне небольшом. Есть ли у них возможность, у тех, кто поступает, здесь начать, может быть, с нуля? Может быть, выбрать не английский, а тот же китайский, французский? С ними вы будете работать, если человек пришел на обычный факультет, но хочет научиться? Очень важный для нас вопрос, для международного отдела. Мы будем работать со всеми. Мы работаем со всеми сейчас. Что нужно для того, чтобы попасть, например, на краткосрочную стажировку? Сейчас есть стажировки для всех языков. Французский, немецкий, английский, испанский, китайский, японский и даже арабский. Достаточно, как мы вывели эту формулу на практике. Достаточно, как минимум, полгода, либо год изучать английский язык, неважно где. То есть на курсах, на любом факультете, где-то еще. И после этого можно уже попасть на какой-то уровень начальный, либо средний, либо продвинутый в стране, в этих организациях, которые занимаются обучением. Так как все организации, с которыми мы сотрудничаем, они профессионалы, и они могут определить ваш уровень и сделать его, повысить его за этот определенный срок. Кроме этого, в нашем ВУЗе можно изучать языки в лингвистическом центре, в институте непрерывного образования. И это могут делать все студенты всех факультетов, любых, и жители города. В каждой стране, за рубежом, есть фонды. Эти фонды предлагают стажировки, бесплатные стажировки, которые позволяют повысить свою квалификацию в разных сферах, в том числе и в языке, для самых талантливых, самых интересных студентов. Такие конкурсы проводятся для нашей страны, от США, от Японии, от Китая, от Великобритании, других стран, Германии. Много о чем сказали, тем не менее, какие-то перспективы в скором времени, может быть, интересные семинары, на которые рязанцы придут с удовольствием? Мы всех приглашаем на мероприятия. Наши мероприятия обычно анонсируются на сайте ВУЗа. Из запланированных у нас ежегодные культурные мероприятия, они проходят весной. Это фестиваль японской культуры, фестиваль китайской культуры, фестиваль испанской культуры. И вот немецкий, новая традиция, у нас фестиваль немецкой культуры. Туда по традиции приглашаются все жители города в том числе. И насколько мы видим, подобные мероприятия пользуются популярностью. Спасибо большое, что заглянули к нам на эти 10 минут эфира. Нашим телезрителям я напоминаю, это была программа «Семь минут». Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!